Школы Чувашии в ближайшие годы перестанут работать во вторую смену. Это ключевая задача федеральной программы, в рамках которой только в этом году регионам выделили 25 миллиардов рублей. Новые школы сейчас возводят в микрорайоне Волжский-3 и городе Ядрин. Развитие отрасли образования глава республики обсудил с руководителем профильного ведомства Сергеем Кудряшовым. Образовательный процесс не ограничивается только расписанием в школе. Все больше ребят стремятся познать точные науки в Кванториуме. В следующем году детский технопарк должен открыться и в Новочебоксарске, а в Канаше начнет работу IT-центр. Сразу семь проектов региона поддержаны Министерством просвещения страны. Это пример эффективного взаимодействия республики и федерального ведомства. И финансовые средства выделяются, и садики, и школы будем строить, реконструировать, создавать дополнительные рабочие места для родителей, соответственно. А дети будут получать соответствующие комфортные условия и в детских садах, и на общих школах. И все эти программы должны быть реализованы. Было отмечено, что Чувашская республика всегда находилась, ну будем говорить, в число входил лучших субъектов Российской Федерации. И по единому государственному экзамену, и по участию во всех федеральных экспериментах. В том числе мы сейчас подали заявку на субсидии в рамках нацпроекта образования. Из восьми заявок, семи заявок у нас поддержаны. У Чувашской республики есть богатый опыт, и собираются оттережировать опыт создания МЦК Чувашской республики. На первый план выходят и вопросы воспитания молодежи. Школьников намерены обучать, а замы информационной безопасности. По сути дела, от того, как мы воспитаем подрастающее поколение, будущее зависит от Чувашской республики, Российской Федерации. Я думаю, вот новые нацпроекты, там есть такой проект, который называется «Успех каждого ребенка», позволит, наверное, усилить эту направляющую в плане воспитания подрастающего поколения. Ключевым направлением это является вопрос воспитания на наших традициях на основе духовно-неразвленных ценностей. Запрещенный контент в интернете помогают выявлять и кибердружины. В них вступили более ста студентов вузов. Они пропагандируют безопасное поведение молодежи в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Реализуют мероприятия информационно-просветительского характера. Ведут мониторинг страниц в социальных сетях. Конечно, мы здесь им должны оказывать содействие. Сегодня Сергей Кудряшов возглавил ведомство уже без приставки в Рио. Его кандидатура была согласована с министром просвещения страны Ольгой Васильевой. Указ о назначении опубликовали на официальном портале органов власти. У нового руководителя 35-летний опыт работы в сфере образования. Медрик Ковалев и Павел Иритков. Республика.